Анализировал и сравнивал работу всех объединений. Знаете, ШОС, БРИКС и прочее. Мы самые продвинутые. Ни ШОС, ни БРИКС не имеют таких тесных связей. Не разговаривают на одном языке, как все мы, без переводчиков. И самое главное в экономике, не имеют этого единого экономического пространства. Такого пространства. Мы за 10 лет удвоили товарооборот. За 10 лет в ЕАЭС удвоили товарооборот. Небольшое количество людей. По-моему, 85 миллиардов там товарооборот. В ВВП ЕАЭС 2,5 триллиона долларов. Огромное количество товара, услуг, которые мы производим здесь. Что нам еще надо? Нам надо двигаться в этом направлении. Еще раз говорю, ни ШОС, ни БРИКС, они более политические организации. Важные, но политические. Они не имеют того, что имеем мы. Материального, что можно пощупать. Хотя у нас недостатков предостаточно. Я говорю про нашу экономическую организацию. Ни про ОДКБ, ни про СНГ. Хотя СНГ это колоссальный резерв вот этого нашего экономического союза. Поэтому нам надо просто в этом направлении двигаться, а не заморачиваться на каких-то мелочах. Там недоработали, здесь недоработали. И вот эта военная операция в Украине, она нас многому научила и толкает просто дальше двигаться. А мы застыли. Надо двигаться. База солиднейшая. Ни в одной организации нет такой базы. Ну вот подумайте. Ну ШОС, мощная организация. Мы стремимся в нее вступить. Хорошая площадка для двусторонних. Переговоры. Политика, продолжение чего-то. Индия и Китай. Разная политика. Индию рвут туда в НАТО, так называемое НАТО Тихого океана. Одна политика. У Китая другая, у России третья. А здесь больше единства. Здесь есть основа. Поэтому в этом отношении нам надо работать. И мы будем как центр протяжения. Вы смотрите, вот Иран, Иран, Иран. Но это мощнейшая страна. Мощнейшая с развитой торговой базой, с производственной базой. Это просто в СМИ мы так ее замусолили под санкциями. Мощнейшая страна. Попросилась. Создали зону свободной торговли. И мы должны быть вот такой зоной притяжения. Но самое главное, мы не должны разочаровать тех, кто к нам придет.